«Паситесь, мирные народы! Вам недоступен честь и клич! К чему стадам дары свободы? Вас нужно резать или стричь!» Такими словами 200 лет назад любимейший поэт всея Запоребрика Александр Пушкин обращался к своим как бы соплеменникам в Российской империи, вменяя им, что они покорный плебс, который своим рабством достал даже его до глубины души, и что максимум, на что они заслуживают, так это на то, чтобы их стригли или доили, в зависимости от степени деградации. Спустя сотни лет на России не поменялось ровным счетом ничего, и несмотря на любовь к поэту, пронесенную сквозь пучину времен, российский народ так ничего из написанного не понял, оставшись покорным плебсом для стрижки и надоя. К чему вся эта пафосная поэтическая аналогия? Да к тому, что в России начинается раскуркуливание населения или, следуя поэтической традиции, стрижка овец. По славной доброй большевистской традиции, когда государство не способно удовлетворить свои хотелки, в Запоребрике предлагают взяться за народ и состричь с них побольше деньжат. Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышения планов по НДС налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц. Текст законопроекта уже направлен в Нижнюю палату тамошнего блатного сходника в миру парламента. Причина увеличения надоев с народонаселения банальна и уже не раз озвучена. В Запоребрике катастрофический недобор налогов с предприятий нефтегазовой сферы, поэтому компенсировать его будут за счет других. Дефицит бюджета на 456 миллиардов рублей больше, чем ожидали год назад, и на 398 миллиардов больше, чем было запланировано после июльской корректировки. Причины недостачи все те же – имперские амбиции, недальновидность, расчет на то, что дорогой газ и нефть – это навсегда, ну и, разумеется, санкции. Долги украинскому нафтогазу, который арестовал газпромовское имущество, ну и мелкие проблемы вроде тех, что от путинских крепостных шарахаются, как от прокаженных, начиная от бизнесменов и заканчивая клиптоманами-туристами в заграничных отелях. Из-за падения цен на газ в Европе, Газпром потерял по 50 баксов на каждом кубе экспортированного газа. Сам монополист не показывает прибыли уже который год подряд, поскольку вбухал огромные деньги во всевозможные потоки, которые пока перекачивают только финансовые откаты. В общем, на фоне всех этих чудесных новостей от Минфина, Федеральная налоговая служба России должна собрать дополнительно 89,5 миллиарда рублей НДС и 56,5 миллиарда налога на прибыль. Так что стоит российскому бизнесу, который не связан с кремлевскими темами, поднапрячься, скоро к ним нагрянут налоговики и прокуратура добивать недостачу бюджета. Ведь нужно же как-то умасливать эти 86% всенародной поддержки карликового фюрера разного рода зарплатами и пенсиями. Кстати, о пенсиях. Примечательно, что на фоне всей этой недостачи в бюджете дивные дела происходят с пенсиями российских чиновников. Их, оказывается, освободили от новой пенсионной реформы. Так что, дорогие московиты, у вас там реформа далеко не для всех, а только для тех, кого, как писал великий поэт, нужно стричь. Ваших пастухов стричь нельзя, ибо в будущем некому будет вас спасти. Видите ли, российское министерство финансов не намерено обязывать госслужащих участвовать в новой системе пенсионных накоплений, о чем уже сообщил замминистра финансов некто Алексей Моисеев. Данное решение в ведомстве обосновано тем, что оно, знаете ли, не вызвало одобрения среди чиновников. Ну вот не хотят чиновничьи бонзы откладывать себе на пенсию. Хотят как раньше быть номенклатурой, чтобы халява и роскошная жизнь за народный счет до конца дней где-нибудь на даче. В общем, что сказать московитам, вероятно, очень скоро вы будете отдуваться за ваше имперство, и непонятно откуда взявшийся гонор и геополитические амбиции. Вы покушали, попили всласть за нефтегазовые деньги, натырили полотенец в турецких отелях, теперь вас, вероятно, ждет политика нового военного коммунизма. Сейчас вам покажут и напомнят политику вашего любимого СССР по огосударствлению экономики, по старой доброй чекистской традиции, но так, чтобы построже, чтобы неповадно было затевать все эти буржуйские свистопляски собственным бизнесом, домами, квартирами и машинами. Напомнят вам, как нужно правильно и по-настоящему любить родину, сидя у разбитого корыта, пока ваши пастухи будут играться в геополитических стратегов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok